Видеоурок по безопасности дорожного движения провели сотрудники ГИБДД для детей с ограниченными физическими возможностями. По одну сторону экрана инспектор по пропаганде, по другую ребята, которые по состоянию здоровья не могут посещать обычную школу. Занятия в Ивановском региональном центре по дистанционному образованию уже стали привычными, но не так часто вместо учителя перед детьми выступает сотрудник госавтоинспекции. Запомните, что с той стороны, где у вас находится сердце, с той стороны мы и обходим. Для чего это нужно? Дело в том, что машина, которая едет слева от вас, она вас видит. Если это дисциплинированный водитель, то он остановится и пропустит вас, чтобы вы прошли. Если нет, то вы его будете видеть, что он едет. Правила безопасного движения на улице для ребят с ограниченными возможностями здоровья почти ничем не отличаются. Правда, есть некоторые особенности. Касаются они тех, кто передвигается на инвалидной коляске. Инвалиды-колясочники тоже могут передвигаться по обочинам и по тротуарам, при этом не мешая движению пешеходов, но и могут ехать по краю проезжей части. И если у нас пешеходы находятся за городом, то во время движения они двигаются навстречу транспорту, а инвалиды-колясочники должны двигаться по ходу движения. Других особых правил для них в законодательстве нет. В онлайн-уроке приняли участие почти полсотни учащихся из разных районов области. По итогам выступления инспектора дети активно задавали вопросы тем и затрагивали самые разные. В основном спрашивали про управление скутерами и мотоциклами. Конечно, не все соглашаются включать видеокамеры и отвечать на вопросы. Но для детей интересно, потому что они в каком-то мере изолированы от общества, и они не получают очень много информации, которую получают дети, которые обучаются непосредственно школы. Поэтому вот эти видео уроки, классные часы, которые проходятся у нас на образовательном портале и в dot.ru, несут очень большую смысловую нагрузку. Урок детям понравился. От ребят прозвучали самые позитивные отзывы. В следующий раз инспекторы с удовольствием придут вновь, чтобы напомнить ребятам, что правила безопасного поведения на дороге касаются всех без исключения. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ, Иваново.